Пилот из Красноярска по своей инициативе отыскал место крушения самолета, пропавшего без вести, почти 70 лет назад. Более того, сегодня ему удалось встретиться и с сыном одного из членов погибшего экипажа. Как бывшему бортмеханику Ми-8 удалось совершить почти невозможное. Подробности далее. Бортовой номер самолета потерявшегося был СРА-2597. На обшивке мы видим цифру 25. Самолет Ан-2 пропал на хребте Арадан еще в 1951 году. Экипаж из четырех человек вез из Кызылов-Абакан полтоны пушнины, но до места назначения не долетел. 68 лет о судьбе пилотов ничего не было известно. Поиски тогда ничего не дали. А нашел обломки, которые лежали всего в 25 километрах от трассы Красноярск-Кызыл, красноярский пилот Алексей Концедалов. Он выполнял на вертолете рейс на Иргаке. Было предположение, что они где-то врезались в гору. Апрель месяц, камнепад, снегопад их завалило. И найти невозможно. Два месяца искали, потом поиски были прекращены. И экипаж до данного времени считается пропавшим без вести. Останков экипажа, а они так и остались на месте крушения, обнаружить не удалось. Алексей обратился в МВД, и ему удалось разыскать родственников погибших. Валерию Медведеву было всего 4 года, когда его отец, штурман самолета, ушел в свой последний рейс. Шоковое состояние. Понимаете, ну, это же неожиданно все. Столько лет, и вдруг, на тебе, вот, что-то какие-то концы нашли. Что вот что-то появилось. Какая-то надежда появилась. Сейчас необходимо решить, как найти останки экипажа, чтобы похоронить их в Красноярске. Но для этого нужно организовывать целую экспедицию, а время поджимает. Скоро Саяны завалят снегом, и поиск придется откладывать до следующего года. Дмитрий Бузов, Денис Жемчуков, Вести, Красноярск.